Всем поклонникам Laravel привет! В эфире Каткот. Прошел Ларакон, я был вдохновлен инерцией и судя по комментариям вы тоже. Поэтому мы запускаем серию роликов по инерции. Ну и будем работать в StakesView фреймворк третьей версии. Чтобы начать, вам необходимо само собой установить Laravel и добавить Tailwind CSS. На это время уделяться не будет. Думаю, вы сами справитесь с этой задачей, а если нет, то посмотрите курс Laravel с нуля, там это есть. Что нас ждет в целом в серии роликов по инерции? Установим и настроим серверную и клиентскую часть инерции и отобразим нашу первую страницу. Научимся работать с ссылками, метой, общим лейаутом и роутами из JS. Создадим полноценный крат. Мы уже делали на Laravel и Blade, делали на Livewire, теперь сделаем на Инерция плюс View. Добавим тестирование нашего приложения и выполним небольшой рефакторинг. И если тема зайдет, сделаем аутентификацию, поиграемся с формами, сделаем модалки, как только выйдет это дополнение, поиграемся с сервер-сайт рендерингом. В общем, работы предстоит немало. Ну а сегодня в выпуске. Установка и настройка Инерция с объяснением происходящего. И сделаем нашу первую страницу с использованием View и Инерция. Что же такое Инерция? Давайте обратимся к документации. Как говорят сами разработчики, Инерция не является фреймворком, она адаптер, мост между Laravel и клиентской частью, где мы используем какой-либо JS фреймворк. Инерция поддерживает React, View и Svelte. Сами разработчики называют свой подход современный монолит. При создании SPA-приложения с использованием Инерции нам больше не потребуется API и роуты в клиентской части. Мы будем работать в рамках одного проекта, где также используем Laravel с роутами и контроллерами, а вот отображение перешло от Blade к View Framework. Синтаксис темплейтов у него очень похож на Blade, поэтому работать в таком ключе будет одно удовольствие. Ну, друзья, меньше слов. Погнали смотреть, как все устроено. Итак, друзья, для начала подкорректируем файл Webpack.mix.js, который располагается в корне. Добавим поддержку View Framework. Для этого вызовем метод View и в параметрах передадим объект с параметром Version и укажем, что будем использовать View Framework третьей версии. Далее вернемся к документации в раздел Installation. Установка у нас будет в два шага для серверной стороны и клиентской. Начнем с серверной. С помощью композера установим инерция Laravel. Это тот самый мост-адаптер между Laravel и нашей клиентской частью, где у нас будет View Framework. У нас таких мостов будет два и с клиентской стороны, и с серверной. Давайте установим. Пока устанавливается, вернемся к документации. Следующий шаг это Root Template. Далее нам необходимо добавить Blade View. Она в нашей серверной части на Laravel будет единственной View. Скажем так, входная точка для нашего инерция View приложения. Все, что придет от сервера при первом визите, это данные html, где будут подключены скомпилированные скрипты и директива инерция отобразит Div, в которой будет рендериться наше приложение и передаваться из Laravel все параметры в Data Attribute. Но чуть позже я покажу, как это работает. Давайте скопируем. По умолчанию это единственная View с использованием инерции. Должна называться App. У нас сейчас View Welcome. Давайте ее переименуем и подставим html. Можно использовать и другое название. Сейчас объясню, как это сделать. Давайте вернемся к документации и следующий шаг у нас публикация middleware. Копируем команду и публикуем инерция middleware. Он опубликован, располагается, как обычно, app.http.middleware.inertia.request. И здесь первое же свойство rootview, которое у нас принимает app. Как раз то, как будет называться эта главная входная View. Мы можем ее переименовать в middleware, ну и далее уже переименовать в саму View. И тоже все будет работать. Давайте далее пройдемся по middleware. Здесь метод version. Он нам помогает задавать версионность у наших ассетов, чтобы они не кэшировались. И когда динамически менялись, автоматически менялось и содержимое в нашем браузере. И далее метод share. Мы в первом уроке его использовать не будем, но забегая вперед, расскажу, что он делает. С помощью него можно передать глобально во все View компоненты какие-либо параметры. То есть также забегая вперед, скажу, что когда мы будем делать аутентификацию, мы здесь передадим объект текущего авторизованного пользователя. Так, по middleware мы прошлись. Давайте его также подключим к нашему проекту. Для этого откроем файл app.http.kernel. И здесь в группу route of web добавим этот middleware. Так, с middleware у нас все. Идем далее по документации. И далее нам уже нужно создать контроллер и отдать инерция response. Давайте сразу создадим контроллер для нашей главной страницы. php artisan.make.контроллер. И назовем его индекс контроллер. И чтобы не забыть, сразу добавим его в роуты. У нас по умолчанию здесь грузится view how welcome, который больше не существует. Давайте сделаем индекс контроллер. Экшен метод у нас будет индекс. Роут назовем home. Итак, друзья, давайте перейдем в контроллер. Добавим метод индекс. И здесь как бы мы работали в классическом Laravel приложении. Мы бы вернули с помощью helper view. Какое-либо blade view, указав первым параметром путь до этого blade view. И вторым виде массива передали бы необходимые параметры, которые нужно принять в этом blade view. То же самое только через класс инерция с методом render мы будем работать сейчас с view компонентами. Первым параметром мы передадим наименование view компонента. То же самое как это было с нашими blade view, когда они располагались у нас в ресурсе views. То же самое только теперь с view компонентами, но они располагаются уже в директории js. И здесь у нас будет дополнительная директория для этих компонентов. Для этих, как говорит сама инерция, page компонентов. Назовем мы компонент home. А далее вторым параметром, так же как и с helper view, мы передаем массив с необходимыми пропсами, которые будет принимать наш view компонент. Давайте попробуем передать title и укажем home. Есть также альтернатива отдачи респонса, инерция респонс в виде хелпера. Можно воспользоваться хелпером и здесь точно так же первым параметром передать название view компонента, а вторым массив с необходимыми параметрами. Какой способ выбрать вам, вы уже решайте сами. Мы будем использовать класс инерция и метод render. Давайте вернемся к документации. По настройке серверной части мы закончили. Переходим в клиентскую часть. Здесь еще проще. Для начала установим саму библиотеку инерция и тот самый most adapter, который уже будет в клиентской части, между Laravel и view. Дождемся установку. Далее установим view framework. После чего вернемся к документации и выполним последний шаг инициализация самого нашего приложения. Скопируем код. Напомню, что основной.js файл у нас располагается в директории ресурсов.js.app.js и компилируется в директорию public.js. Давайте его откроем. Удалим лишнее. Ставим скопированный с документацией код и bootstrap.js также удалим. Что у нас здесь происходит? Здесь мы импортируем view framework и импортируем тот самый адаптер most из инерция view между инерцией Laravel и view. Здесь в методе setup мы создаем экземпляр нашего view framework и инициализируем сам view. И далее в методе resolve самый основной метод мы говорим о том, что name, который у нас приходит из контроллера, который мы передали здесь на именование компонента, будет уходить в директорию pages и уже искать там необходимый одноименный компонент. Поэтому нам для начала необходимо в папке в директории.js создать директорию pages, либо назвать ее как-то иначе, но для этого вам необходимо будет и здесь переименовать эту директорию. И далее здесь уже добавим view компонент для главной страницы. Видим, что у нас создался компонент home с расширением view, но расширение можно не указывать как и в клиентской части в скриптах, так и в контроллере. Давайте вернемся к документации и пройдемся по основным пунктам документации, которые мы уже выполнили. Роуты у нас остаются прежними в Laravel. Здесь логика работы никак не меняется. Единственное, что появился еще один метод в роутах от инерции, который нам позволяет миновать контроллеры и сразу грузить какой-либо view компонент. Далее идем в раздел responses. Здесь мы по всем моментам прошли, что есть два вида. Есть работа от класса и метода render, либо альтернатива с helper. Есть еще некоторые интересные методы, но о них мы узнаем в следующих роликах. И сейчас раздел pages. Здесь те самые page компоненты, view компоненты для отображения каких-либо страниц. То, что у нас раньше были view blade, теперь у нас вот такие вот view компоненты. И как видите, синтаксис, к примеру, отображение каких-либо переменных с двойными фигурными скобками никак не поменялся. То же самое, что и в blade. Таких сходств вы будете находить еще не раз. Давайте вернемся к коду. Посмотрим на нашу главную страницу. Здесь мы уберем стайлы. Мы будем использовать стили от Tailwind CSS и название компонента также уберем. Здесь в разделе template мы будем задавать наш template, наш html. Давайте выведем h1 с надписью home. Далее скомпилируем все наши скрипты npm run dev. Помним, да, что если что-то меняется в наших скриптах, то необходимо скомпилировать исходящие файлы. Ну, либо воспользоваться npm run hot, чтобы постоянно отслеживались файлы и в случае изменений они перекомпилировались и уже подгружались в браузер. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я уже запустил виртуальный сервер и мы видим, что у нас отображается home. То есть у нас сработал view framework, сработала клиентская часть, мост с инерцией и отобразился заголовок home. Что мы здесь видим? Как раз то, что я вам говорил. Если мы вернемся к нашему основному blade template, у нас есть директива инерция, которая у нас отобразила div с нашей клиентской частью, где у нас рендерится наша клиентская часть, наш view framework, наши компоненты. И здесь data attribute, передаются названия компонента и все props и параметры из контроллера. Вот он title, который мы передавали. Давайте вернемся к коду и поиграемся еще раз с главной страницы. У нас сейчас статически выводится home. Давайте выведем title из контроллера. Попробуем сделать вот так. Скомпилируем еще раз скрипты. Пока что будем каждый раз компилировать. Чуть позже в следующих уроках уже будем использовать автокомпиляцию. И видим, что на странице заголовок home у нас пропал. И правильно, что пропал, так как здесь немножко нужно добавить логику и в раздел скрипт в экспорт добавить те props и те параметры, которые мы принимаем из контроллера. Добавляем параметр props и здесь в объекте перечисляем те параметры, которые мы будем принимать из контроллера. В нашем случае это title. И также указываем тип этого параметра. Теперь перекомпилируем скрипты. И мы увидим, что home снова появился. Но теперь он динамический, он у нас приходит из контроллера. Давайте добавим восклицательный знак, обновим и видим, что заголовок меняется. Итак, друзья, на этом первый ролик из серии по инерции окончен. Мы установили и настроили все необходимое и отобразили нашу первую страницу. В следующем ролике мы еще немного поиграемся с главной страницей, добавим мету, общий лейаут и перенесем Laravel роуты в нашу клиентскую JS часть. Надеюсь, эта серия вам понравится. Не забудьте поддержать канал лайком и написать комментарий. Не стесняйтесь и обязательно пишите все, что угодно. Это помогает каналу в развитии. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Увидимся на канале Каткот. Субтитры сделал DimaTorzok